Здравствуйте все гости, зрители, подписчики нашего канала Юрия и Лариса Иванова. Сегодня я одна и как обещала вам, я хочу заснять видео салат очень вкусный с баклажанчиками. Сегодня я буду его готовить ровно пол порции того, что у меня написано в моей тетрадке и не совсем так, как написано. Почему я буду так готовить? В этом салате мне нужно на одну порцию 3 кг помидор, 1 кг перца и 1 кг баклажан. Из овощей. Также мне понадобится стручок горького перца, но это по желанию, сколько вы хотите, любите ли вы острое. И головка чеснока. Я его готовила много лет, видно уже, немножко его усовершенствовала для себя. Этот салат готовится очень быстро, я его готовила двумя способами. И варила баклажаны, как и нужно, вот в салате, как мне его давали когда-то давным-давно, и перец. И также я обжаривала баклажанчики и перец. По мне, мне понравилось больше, когда были баклажаны обжарены. Вот на этот салат, на порцию, как я уже сказала, 3 кг помидор, 1 кг баклажан и 1 кг перца. Но сегодня я взяла, у меня будет 1,5 кг помидор, 0,5 кг перца и 600 кг баклажан. Мне нравится, когда немножко побольше баклажан, поэтому я немножко их добавляю. И также я добавляла не килограмм, а чуть побольше, потому что жидковато мне так показалось в банках, жидко слишком. Ну, как жижка, так вообще идеальные помидоры сладкие, потому что. Также мне нужно будет сахар, потом мне нужна будет соль, масло растительное или подсолнечное, банки, конечно же, и уксус для этого рецепта. Ну, так как мне это все во время варки понадобится, я сейчас это не выставила. Сегодня я снимаю видео одна. И сразу, ну, наверное, как отступление скажу. Если кому-то видео кажется очень длинным, то, может, поищите покороче что-то. А я приступлю готовить этот салатик. Для начала я сейчас, я, как я уже сказала, я же заикаюсь, столько мыслей было. Помидорки нужно перекрутить на мясорубке. Я не буду даже мясорубку ставить. Сейчас сниму кожицу и перетру их на терке по-быстренькому. Как я их перетру, помидорки, так включусь, вам покажу. Я сняла кожицу с помидор и теперь начинаю их тереть. Девочки, мальчики, уважаемые заготовщики на зиму салатиков. Я уже обращала ваше внимание, что у меня весы не очень правильные. Поэтому, возможно, у меня объем будет отличаться от вашего. Ничего страшного. Так что смотрите, сколько у вас получится. У вас весы, однако, правильные, поэтому у вас точнее будет. У меня это происходит так. Вы можете перекрутить на мясорубке. Можете порезать вообще кубиками и сварить. Режу баклажанчики примерно по 2 сантиметра, 1,5-2 сантиметра потолще, чтобы они потом не раскипелись в салате. Вот так я порезала баклажаны. Все, они у меня готовы к обжарке. Сейчас вот этот еще почему-то не остался. Это я обрезала, так что для этого салата подойдут всякие, может, там бракованные какие-нибудь будут. Сейчас я крышу перец соломкой. « actual���?» « culenки» « я не думаю, что это какое-то время. Как это было?» « я не думаю, что мы будем делать. Теперь я выбраться. Я выбраться. А значит, я выбраться. Я выбраться». « без workflows». Обращаемся. Вот так я приготовила овощи, перец, баклажаны и помидоры. Теперь я иду обжаривать баклажаны с двух сторон, перчик немножко обжарю и после буду варить томат. Для целой порции мне нужно 200 грамм масла подсолнечного. Так как у меня половина порции, я буду использовать 100 грамм. Наливаю в сковородку, совсем немного, это для обжарки перца у меня пойдет. Сейчас сковорода нагреется, а вот баклажаны посложнее будет жарить на таком количестве масла. Я начала обжаривать перец, перец я буду обжаривать недолго, только лишь для вкуса. Кому понравился этот рецепт и соберется приготовить, то рекомендую сделать пол порции с обжаренными овощами, баклажанами и перцем, а половину порции сделать с вареными и попробовать, если хотите, как вам больше понравится. Как я уже показывала в одном из последних видео, что я купила себе новую сковороду, она у меня для гриля. Ну, чтобы экономить время, я буду обжаривать на ней баклажаны. Немного смазала ее маслом, тоже их с двух сторон, но не совсем до готовности, я их буду обжаривать, так как они у меня расквасятся, если я их буду еще потом варить. Поэтому я буду смотреть по ходу, обжарив с двух сторон до какого-нибудь состояния. Ну, сейчас видно было, что они обжаренные. Ну, и вкус у них, конечно, не поменяется, но это на мой взгляд. Может, вам понравятся вареные, и вы будете их варить. Все, я обжариваю и встречаемся после обжарки. Вот так я обжарила перец, с него выпарилась влага, он начал обжариваться, но я не хочу, чтобы он был совсем готовый, поэтому я закончила обжарку. И вот такие вот баклажаны у меня получаются. Тоже они не дожаренные, но с двух сторон я их обжариваю. Все, я сейчас перец буду перекладывать в томат. Томаты у меня прокипели, я опустила туда перец. Баклажаны у меня пока в чашке находятся. Пусть они у меня минут 20 еще покипят. Вот у меня что от масла осталось, я его тоже вылью. Теперь мне нужно на порцию 200 грамм сахара, но у меня полпорции, я 100 грамм. И, девочки, мальчики, соль по вкусу. Я вот ложку высыпаю, я попробую обязательно. По вкусу. Вдруг будет сильно соленая кому-то. Кладите меньше, кладите больше. Кому-то не дошел. Поэтому соль по вкусу. Что мне осталось, значит, в эти томаты опустить? Баклажаны, горький перец, чеснок, но это уже в конце варки. И уксус. Я уже стерилизую баночки, потому что это все происходит очень быстро. Я не затягиваю с этим. И сейчас 20 минут прокипят у меня томаты. Я опущу баклажаны. Минут 10 прокипят баклажаны. И также буду быстренько потом все добавлять оставшиеся ингредиенты. И чуть-чуть покипит все вместе. Посмотрите. И все можно будет раскладывать по банкам и закручивать. Прошло у меня 20 минут. Не знаю, видно вам, не видно. Я буду опускать баклажаны. Немного аккуратно перемешаю. Так, и я еще попробовала. Мне захотелось подсолить. Пол ложечки я подсолю. Итого у меня получилось полторы ложки соли. На данное количество продуктов. Вот здесь у меня головка чеснока. Это я уже в конце варки буду. Так, сейчас я закрываю крышкой. Пусть у меня еще это 10 минут кипит. А я сейчас порежу немного горького перца. Ну, это тоже на ваше усмотрение. Смотрите сами. Регулируйте остроту сами. Если я семена не достаю, не очищаю от семян, значит он горче у меня. Еще, вернее, острее. Перец очень острый. Я, наверное, треть даже меньше. Сильно острое не хочу. Ну, вот так, пожалуй, хватит мне. А вы будете регулировать по своему вкусу. Все, кипит. Ждем. Достаем. Процесс идет. У меня еще немного времени, до 10 минут осталось. Но я опускаю сюда вот этот вот горький перец. Пусть вместе варится. И чеснок. Заметили ли вы, дорогие хозяйшки, как быстро мы приготовили этот салат. И осталось добавить только уксусную кислоту. Она у меня 70%. Я буду добавлять неполную столовую ложку на этот рецепт. На это количество ингредиентов. У меня уже почти вышло время. Я добавляю в кастрюлю уксусную кислоту. Вот так вот, неполную ложку. Сейчас все это распределится. Аккуратненько перемешаю. И теперь, что мне остается сделать. Это лишь достать баночки. И закрывать. Баночки у меня горячие. Спешу с вами поделиться такой покупкой. Сегодня приобрела. Вымыла, уже приготовила. Думаю, буду салат делать и раскладывать по банкам. Решила, что мне крайне необходима эта ложка яркая. Вот видите. Не знаю, очень тяжело мне со мной снимать. Люблю я это делать. Видите, какая консистенция жидкая. Поэтому я и кладу чуть больше баклажанов нормы. Чуть больше нормы. Чтобы совсем жидкой не было. Так, я, однако, продолжаю раскладывать по баночкам. Муж, конечно, на меня ругаться будет, как я тут наснимала. Как он все это будет монтировать. Ну, как уж есть. Вот так получается. Итак, следующую баночку достаю из духовки. И закрываю. Ну, вот, дорогие хозяйки. Закрыла я, значит, баночки. Получилось у меня 3 полулитровых. Две, наверное, 350 граммовые. Это тоже около этого. И это примерно где-то побольше. Где-то грамм 600. Вот столько баночек у меня получилось. Немного вашего времени. И у вас на столе будет такой зимой. Такой вкусный салат из баклажан. А если приживется, то будете готовить его очень часто. Он готовится очень быстро и легко. Поэтому у меня и замызгана страничка в тетрадке. Ну, а я вам желаю всем крепкого здоровья. Хорошего настроения. Побольше заготовок. Ну, и всех-всех земных благ. И также хочу сказать вам, чтобы вы не забывали поддерживать наш канал. Своими лайками, комментариями, своим хорошим настроением, своим позитивом. Ну, всем пока. До новых видео. Всем пока-пока. Как бы послесловие забыла сказать. Сейчас я заверну это в теплое. И до остывания у меня эти баночки будут стоять. Субтитры подогнал «Симон»